В Самаре в физкультурно-спортивном комплексе «Ипподром-арена» прошли четвертые детские соревнования по плаванию. Самому маленькому участнику 4 года, 212 пловцов не только бороли за первые медали в своей жизни, но и установили новые рекорды. Татьяна Пудова подробнее. Это их первые серьезные соревнования в жизни. Три месяца подготовки позади, но малыши уже уверенно чувствуют себя на дистанции. Самым маленьким участникам 4 года. Во время заплывов тренеры активно помогают. Привычная погоня за результатом отходит на второй план. У малышей особенность какая? Это игровая форма обучения. То есть, чтобы ребенок, как мы говорим, есть такой тренер, не наелся нагрузок заранее. То есть, когда придет возраст, ему тренироваться и выступать, он же просто ничего не будет хотеть. Поэтому мы стараемся в игровой форме маленьких детей обучать плаву. Благодаря наставникам в арсенале пловцов появляются первые профессиональные секреты. Чтобы не разбрасываться драгоценными секундами, плыть нужно строго посередине дорожки. Это и помогло пятилетней Вике взять первую золотую медаль. Сначала я боялась, но потом уже нет. Я думала, что я вообще займу второе или третье место, но я займула первое. Всем, кто выходит на старт, в обязательном порядке нужно проплыть кролем на спине и на груди. Тут уже требуется по-настоящему спортивная подготовка. Самое главное, чтобы они почувствовали атмосферу соревнований, чтобы мы их наградили, чтобы у них был стимул. Мы их награждаем грамотами, медалями, значком «Я умею плавать» и немножко сладостей. Если, допустим, ребенок показывает хороший результат, его приглашают в детские юношки в спортивную школу, школу Олимпийского резерва и так далее. Но это уже дальше этап. У нас пока еще рано об этом говорить. В соревнованиях приняло участие 212 пловцов. Это очень важный старт для юных спортсменов. Следующие соревнования по плаванию среди маленьких пройдут в декабре. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губернии.